Этот небольшой видеоролик является иллюстрацией моей версии изготовления античными мастерами астродонных амфор. Если кому-либо известен иной способ, прошу в комментариях к видео описать его. Для экономии времени, дабы не утомлять зрителя, съемка воспроизводится в ускоренном виде. Астродонная амфора является, наверное, одним из самых распространенных артефактов античного мира. Сосуд в свое время достаточно универсальный, так как в нем можно было хранить как сыпучие продукты, так и жидкости. Амфоры использовались и для перевозки на судах различных товаров. И благодаря этому распространились практически по всей Европе, на западе Азии и севере Африки. Так, например, амфоры были обнаружены в Новгороде, как одноразовая тара для вина. Археологи утверждают, что форма амфоры продиктована удобством ее размещения в трюмах транспортных судов. А также она устойчива, когда низ амфоры зарыт в песок. Но, помимо этого, мне кажется, что в времена отсутствия холодильников амфору закапывали в землю в подвалах жилых зданий для сохранности продуктов. Более того, в закапанной амфоре создается благоприятная среда для созревания вина. В современной Грузии сохранилась технология изготовления вина в квевре. Он представляет из себя огромный до 4 тонн длинный кувшин, очень сильно напоминающий греческие пифосы. Но пифосы и квевре достаточно сложно вынуть из земли, тем более с вином. А вот амфора извлекается из земли достаточно легко. И еще в доказательство того, что амфоры служили сосудом для изготовления вина, служит сужающий донышко, куда осаживались омертвевшие дрожжи и брух. И, конечно, форма амфоры обусловлена низкой напряженностью, что важно при сушке и обжиге. Так, например, плоскодонные сосуды имеют напряжение по всей площади дна, и при сушке и обжиге в месте напряжения может возникнуть трещина. В амфоре все напряжение сконцентрировано в нижней, самой укрепленной точке. На протяжении тысячелетий дно керамических изделий были либо астродонным, либо сферическим. Когда появились столы и посуду приходилось делать с плоским дном, то донышки были небольшого размера. Наглядный пример этому – русские горшки, которые очень похожи на амфоры, только без острого дня, шейки и ручек. Когда я стал заниматься керамикой, мне стало интересно, как древние гончары изготавливали амфоры. Я стал искать информацию в интернете и в книгах, и, к своему удивлению, я не нашел описания технологии древних мастеров. Мне пришлось опытным путем искать технологию изготовления амфор. Я пришел к выводу, что амфора изготавливалась из нескольких составных частей, каждый из которых выкручивался в гончарном круге отдельно, и все изначально вниз головой, кроме ручек. А затем амфора собиралась вместе, склеиваясь в единый сосуд с помощью шликера, то есть жидкой глины. Конечно, в антивичном мире не было электрического привода у гончарного круга. Его крутили вручную, и скорость вращения была намного меньше. Но думаю, что принцип изготовления был именно такой.